Здравствуйте! Здравствуйте! Вы хотите пришли? Да, у Сбербанка платить. И все, да, получается? Сейчас домой идите. Введенный в Уфе режим самоизоляции ограничил свободное передвижение граждан по городу. Теперь из дома нельзя выходить без веской причины. Но не все уфимцы успели ознакомиться с новыми порядками. А некоторые откровенно пренебрегают правилами самоизоляции. С сегодняшнего дня улицы города начнут обходить специальные патрули. Главная их цель – убедить людей начать соблюдать режим самоизоляции. Сотрудниками Центра общественной безопасности совместно с общественниками, совместно с полицией будут проводиться обходы улиц Домского района города Уфы на предмет разъяснения гражданам, находящимся на улицах, о соблюдении данного режима изоляции. Сотрудники полиции и Центра общественной безопасности проверяют документы всех, кто вышел из дома. Несмотря на режим улицы Демы, полны людей. В основном это люди средних лет и пенсионеры. Почти у каждого нашлась веская причина для того, чтобы пойти на улицу. Но не у всех есть специальный документ, который позволяет свободно передвигаться по городу. Искать нарушителей режима будут на самых оживленных улицах, в скверах и парках города. При этом в патрулировании принимают участие народные дружинники. Мы очень заинтересованы в нашей безопасности, в безопасности жителей. Поэтому на такой вот призыв и волонтерское движение, конечно же, откликнулись положительно. Эктивные жизненные позиции, поэтому считаю, что кто, если не мы. Для пенсионеров подготовили специальные памятки. В них указаны все правила самоизоляции и необходимые номера телефонов, которые могут понадобиться им в экстренной ситуации. Однако не все хотят выслушивать наставления патрульных. Например, этот мужчина не пожелал остановиться для простой беседы и попытался уйти, оказывая активное сопротивление. Главная цель обходов – убедить людей позаботиться о собственной и общественной безопасности. Пока что никаких серьезных наказаний для нарушителей не последовало. Егор Полторысин, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ.